Проблему затопленных мостов и возможные пути ее решения обсудим с нашим гостем. В студии депутат областного законодательного собрания Ольга Сыкчина. Добрый вечер, Ольга Валерьевна, спасибо, что пришли. Расскажите, ситуация с затопленными мостами, она из года в год повторяется? Или вот только в этом году она так вот резко обострилась? В этом году особо было обращено на это внимание. Почему? Потому что были обильные осадки. Ситуация усугубилась осенним паводком, которого никто, я так предполагаю, не ожидал. Но, тем не менее, ситуация у нас повторяется каждый год практически. Мы возьмем мост, о котором я говорила, который ведет поселок Учусы и последующие населенные пункты. Это какой район? Это Верхнекамский район у нас. Мост ежегодно осуществляет сборку и разборку. Нецелесообразное расходование средств, я считаю. Мы этот вопрос поднимали о том, что туда требуется уже нормальный, добротный мост. Да, вложение, естественно. Но, к сожалению, проблема не решается. В этом году мост сначала весной потопило, потом его унесло. То есть только в этом году ситуация повторялась дважды. Хорошо. Как мне известно, может, возможно, и трижды. Еще хотела, если можно, расскажу вам. В прошлом году, буквально в прошлом году, я была в таком населенном пункте, как Жерново. Это Шабалинский район. Данный населенный пункт вообще у нас отрезан от районного центра. Мост разрушен был еще порядка лет пяти назад. Граждане там в буквальном смысле выживают. Потому что сообщение, когда нет на реке льда, то сообщения нет. Пока в летний период она не осядет до такого уровня, когда люди могут пешком переходить. Естественно, что проблемы с обеспечением продуктами питания. Последний магазин у них, насколько я знаю, закрылся. Но это ведь и о скорых идет речь. Пожарные машины. Да, я как раз хотела сказать, что в этом году нам это стоило жизни человека. Потому что медицинская помощь просто физически не смогла добраться до данного населенного пункта. А в чем проблема? Районы не готовы были к большой воде из-за чего? Недостаточно финансирования? Недостаточно финансирования в том числе. Мы постоянно об этом говорим. У нас на те полномочия, которые обязаны осуществлять органы местного самоуправления, недостаточно обеспечения выделяется в связи с ограниченностью нашего бюджета. Но ведь проблему нужно решать. Это живые люди, это первоочередные вопросы. Мы не вправе допускать такие ситуации. Как минимум, это лежит в обязанности, которые закрепляют федеральные законы. Так. Ольга Валерьевна, вы как депутат областного законодательного собрания, у вас какие-то были или есть предложения, или вы готовите их? Ну, сейчас мы принимаем бюджет Кировской области во втором чтении, да, на 20-й год. Мы туда свои предложения внесли. В том числе мы внесли предложения по поводу Верхнекамского района, то, о чем я вам говорила. Что касается Коринторфа, я тоже знаю, что ситуация решается. Но тут федеральная трасса проходит, поэтому задействованы денежные средства и с федерального бюджета, и как предполагается, что к 2021-2022 году этот мост все-таки будет. Что нельзя сказать о Верхнекамском районе. Хотя хочу отметить, что Верхнекамский район, ну, вообще молодцы, они даже готовы за собственный счет, то есть таким образом распределили бюджет, то есть они готовы сделать проект за собственное средство. А можете конкретно, вот если у вас имеются цифры сейчас, хоть по одному району сказать, сколько предполагается средств, сколько выделяется на ремонт моста? Конкретную цифру не скажу, но у нас ведь это все в рамках еще дорожной деятельности, то есть на обеспечение, вот допустим, в этот же Верхнекамский район. Почему? Потому что я глубже там была погружена, я ездила туда, когда это подтопление произошло, когда уносило мост, я ездила, допустим, на обеспечение дорожной сети, на обслуживание выделяется, допустим, 9 миллионов на район, на всю дорожную сеть района. Валерий, он уже все время заканчивается? Но на один только этот мост, о чем я говорила, нецелесообразное расходование средств выделяется, расходуется где-то более даже половины, где-то порядка 5 миллионов только на сборку и разборку. Ежегодно, нецелесообразно, еще зная о том, что его может в любой момент унести. То есть мы расходуем средства, дальше объявляться у нас в чрезвычайной ситуации, средства расходуются из у нас резервного фонда. Ольга Валерьевна, мы будем следить за ситуацией. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. С вами прощаемся, мы продолжаем. Продолжение следует...